Ассаляму алейкум ва рахматуллах и ва баракятух. Добрый день, дорогие друзья. Знаменитая фраза «Театр начинается с вешалки». А с чего начинается дом для каждой женщины? Моё мнение — это кухня. Кухня — это тот островок, на котором собирается вся семья, приходят гости и близкие. Здесь поднимаются вопросы серьёзные, душевные, порой проблемные, и обсуждаются, и решаются именно здесь, на кухне, за чашкой чая. Мне дорога кухня ещё и тем, что именно здесь, на кухне, мои члены семьи благодарят меня, выражая это тем, что желают здоровья моим рукам за вкусно приготовленный завтрак, обед или ужин. И ещё есть одно, которое я хочу вам сегодня сказать, чем мне ещё дорога моя кухня. А дорога она мне именно тем, что именно здесь я познакомилась с вами, мои дорогие друзья. Вы для меня не только подписчики канала, вы моя онлайн-семья, такая незримая. И энергетика каждого из вас мне передаётся через комментарии. Вы поддерживаете меня, порой осуждаете, всякое бывает, но я за всё вам благодарна, благодарна за то, что вы у меня есть. Ну, в общем-то, вот такое небольшое предисловие, такое, знаете, искреннее признание вам, ну и, в принципе, себе. И я теперь начну рассказывать, что же у меня всё-таки на кухне. Обычно я стою и готовлю, а теперь я сделаю обзор своей кухни. Площадь кухни 18 квадратных метров. Здесь, конечно, не всё так, как бы мне хотелось бы, чтобы она была не кухня моей мечты, но, тем не менее, я всегда благодарю Всевышнего за то, что у меня есть. Кухонная мебель самая простая. Просто я старалась подбирать цвета и стиль так, чтобы хотя бы выглядело приличненько. Ну, меня устраивает. Ну, и, наверное, самое главное, это на кухне её наполнение, это техника. Начну вот с этого угла, где у меня расположена техника кофемашина и соковыжималка фирмы Борг. Соковыжималка профессиональная, она выжимает сок даже из зелени. Поэтому мы очень любим свежевыжатые соки. Этой соковыжималке уже много лет, и она ещё ни разу меня не подводила. Кофемашина, вот честно признаюсь, я не пользуюсь ею. Частенько зять нам заваривает кофе, и мы вместе как бы садимся и пьём кофе. С этой стороны у меня чайник. Вы его видели в одном из выпусков. Это чайник, который я везла с Турции. Здесь такое получается душевное и долгое, и затяжное чаепитие с этим чайником. Потому что чайник выстаивается на пару, и можно очень долго сидеть и наливать чай, и он будет очень долго в горячем виде находиться. Следующее, если идти дальше, у меня система фильтрации воды. Ей тоже очень много лет, и очень доверяю этой фирме. Где-то в полгода раз меняю фильтры. И очень удобно готовлю, и чай завариваю на чистой воде. В верхней части шкафы это для продуктов в основном. В нижней части это для посуды. Перехожу к плите. Наконец-то у меня, когда мы переехали из квартиры в частный дом, появилась вот такая панель. Раньше помните, какие плиты в основном пользовались. Снизу духовка, сверху основание само. Но вот эта варочная панель в таком виде, естественно, меня очень устраивает. И, наконец-то, вы сами стали свидетелями, что у меня наконец-то появилась вытяжка. Я вам скажу честно, у меня всю жизнь не было вытяжки. Я о ней мечтала. Хотела, чтобы у меня была вытяжка. Когда готовлю, включила, и все туда уходило. И купила вытяжку «Аристон». Вы даже можете мне подсказать, может, даже и года нет. Потому что в комментариях вы мне писали, у вас нет вытяжки, и почему ее нет. И когда появилась вытяжка, вы заметили. Вот видите, какие вы у меня друзья. Плита у меня горение, варочная поверхность, хорошая фирма, мне нравится. Вытяжка «Аристон». Потому что когда уже нацеленно отправилась купить вытяжку, именно этой фирмы не было, и по цене меня не устраивало. А так, альхамдулля, все работает, все замечательно. И следующее – это посудомоечная машина. Ее у меня тоже всю жизнь не было. Посудомоечная электролюкс у меня такая, средних размеров. Она меня очень выручает, когда приходят гости. Всю жизнь посуду мыли эти руки. Но сейчас появилась вот такая помощница, я ее называю. Это моя милая, дорогая помощница. Потому что гости ушли, либо от дома, когда вся семья собирается, много готовишь. Собрал всю посуду, сложил, и пока она моется, можно убраться. Очень экономно по времени. Далее я переступаю к духовому шкафу. Он электрический, тоже фирмы Горение, на два противня. Готовит шикарно. Вы сами были свидетелями того, что я готовила в этой духовке. Здесь располагается микроволновая печь. Но я ею вообще, можно сказать, практически не пользуюсь. Следующий у нас стоит холодильник LG. Это не единственный холодильник в нашей семье. Потому что продукты в основном закупаем побольше. Гости, семья. Я постоянно готовлю. Поэтому вот этот именно светлый холодильник, он больше по цветовой гамме подходит к мебели. Поэтому он расположился именно здесь. В общем, вот вся она рабочая зона. Теперь можно показать зону столовой. На кухне у меня одно большое окно, оно широкое. Занавески у меня две штуки. Один зимний вариант, другой летний. Это летний вариант. Я его еще не сменила, хотя наступила осень. Но пока солнышко светит, решил, думаю, пусть повисит. Почему именно такая на лето? Потому что эта сторона у меня очень солнечная. И когда солнце сюда заглядывает, на кухне бывает жарко. Но у меня еще нет кондиционера на кухне. Поэтому я вешаю летом такую, более плотненькую. И она по стилю подходит под мои обои. Также у меня, видите, на подоконнике много цветов. Аж прям сад. Начиная с цветов. Я не садовод. Забываю название комнатных растений. Но я знаю их народное название. Вот женское счастье, мужское счастье. А этот цветок вообще купила в магните, в горшке маленькой. Вот такой вот цветочек был. А вырос прям вот как дерево. Я даже не знаю, как он называется. Но уже пора чувствовать, что нужно пересаживать. Здесь у меня алоэ тоже очень хорошо разросся. Мне привезли такой вот маленький отросточек с Дагестана. А вот он, видите, какой вымахал. Вот такое красивое окошечко с растениями. Здесь зона столовой. Вот это тот стол, где собираются люди. Собирается в основном семья. Когда много гостей, я накрываю стол в гостиной. Здесь мы пьем чай. Завтракаем, обедаем, ужинаем. Вот пару картин. И часы у меня здесь висят. Часы я покупала в Иране, они ручной работы. Но мне некоторые подруги говорят, ну не вешают картину рядом с часами. Я говорю, ну не знаю, мне так нравится, пусть висят. Нравится вам или нет, или можно ли вешать картину и часы рядом, или нет. Я вас тоже жду, кстати, комментарий. В общем, вот такой обзор кухни. Кстати, да, две люстры. Одна люстра над столом, и вторая над рабочей зоной. В принципе, вот такой обзор моей кухни. Я надеюсь, что удовлетворила ваш запрос на тему того, что у меня на кухне. Я жду ваши комментарии, обсуждения такое живое под видео. И кто не подписан на канал, я надеюсь, что вы подпишетесь. Если это первое видео, которое вы смотрите, есть очень много интересных видео на тему кухни и лайфхаков. На этом я с вами прощаюсь. Ассаламу алейкум барахматуллахи в баракятах. До следующих встреч.